Еще каких-то пять месяцев назад здесь на пляже было не пройти. В жару сюда съезжался весь город. Но и сейчас, когда под ногами вместо раскаленного песка снег, любители искупаться находятся. Для Александра Ванчаева окунуться в ледяную воду – милое дело. Морж со стажем о закаливании, кажется, знает все. Вспоминает, как 20 лет назад нырнуть в прорубь позвали друзья. Так и появилось новое увлечение. С поздней осени и до начала весны раз в неделю Александр непременно приходит окунуться в ледяную воду. Все люди разные абсолютно. Кто-то может без подготовки прийти и сразу в прорубь, а кому-то надо готовиться. Когда выходишь из проруби, очень адреналин выбрасывается и становится горячо даже в сильные морозы, даже за 20 когда-то. И сильный ветер, и все равно становится горячо. Но это буквально несколько десятков секунд, не больше. Полминуты. А потом организм начинает остывать, если будешь стоять на месте. Потому что обязательно надо двигаться. Вот оно. Удовольствие. Здоровье. Удовольствие, здоровье. Все здесь. Вот на вас смотришь, как будто вам даже немножко жарковато. Ну да. Сейчас вот как раз в этот момент и вот все вот начинает распираться и разогреваться. Сейчас самая идеальная погода и температура. Минус 7. Это прям теплый, не знал какая. Не каждый может сходу нырнуть в ледяную воду. Нерешительно. Моржи советуют начинать постепенно. Например, окунуть в прорубь для начала только ноги. Многим требуется длительная подготовка. Для начала можно обливаться ледяной водой, ходить босиком по снегу или, например, без верхней одежды. Кардиолог Александр Додонов сам уже 10 лет ныряет в прорубь. Однако, настоятельно рекомендует, прежде чем решиться на такой шаг, проконсультироваться с врачом. Во всем должна быть мера. Для кого-то это полезно, а для кого-то, может быть, это закончится не очень хорошо. Есть люди, у которых врожденные пороки сердца, которые были прооперированы в свое время. У них достаточная компенсация. Сердечно-сосудистая система – это один разговор. Есть люди, кто перенес инфаркт, страдают гипертонической болезнью, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них, скорее всего, здесь не рекомендуется никакие проруби. Выброс адреналина, что является, пожалуй, главным бонусом купания в ледяной воде, можно спровоцировать и по-другому. Медики уверены, для достижения нужного эффекта достаточно принимать прокладный душ, температуру и воды около 20 градусов в течение 2-3 минут. Но и этому должна предшествовать постепенная адаптация с понижением комфортной температуры. Такая процедура обладает болеотоляющим эффектом и помогает справиться с депрессией. Мария Ильевна, Василий Колдашов. События.